Врачи Тульского института, практикующие уникальную методику лечения детей больных ДЦП, провели в Мурманске ряд операций. Все прошло успешно. Первый месяц после хирургического вмешательства детям необходим покой. Затем врачи разрешат маленьким пациентам вставать на ноги. Многие из них этого дня ждут всю жизнь, ведь больные с нарушением опорно-двигательного аппарата после подобных операций начинают ходить. Общительная Соня пока еще отходит от наркоза, но спустя несколько часов она уже будет дома. Уникальная операция, которую проводят тульские врачи, занимает рекордные 20 минут. Боли в руках и ногах девушка не чувствует и скорее ждет того момента, когда можно будет приступить к развивающим физическим упражнениям, входящим в комплекс терапии. Я, конечно, первый день не вижу пока результатов, но надеюсь, что я хожу на ножки. В понедельник специалисты, практикующие хирургическую методику при лечении больных ДЦП, проводили консультации и осмотр. А уже на следующий день прооперировали 11 первых пациентов. Эффективность такого способа признаются во всем мире, а разработали его российские врачи. Мы устраняем какие-то активные нарушения, которые мешают ребенку, а потом ребенок подрастает, кости вырастают, мышцы немножко начинают тянуть. Приходится повторно, периодически встречаться с детьми, чтобы проводить такого рода коррекции. Для Макара это уже третья операция. Благодаря первому дому молодой человек научился ходить, плавать и даже скакать на лошади. Парень уже скучает по школе и сильно переживает, что во время реабилитации придется пропустить уроки. Но ради свободы движений стоит потерпеть. Конечно, неэффективно, потому что вырабатываются новые движения, вырабатываются, легче жить становится, когда больше возможностей у ребенка, когда он может что-то сделать сам. Это очень важно, потому что это жизнь обычного человека, нам надо в эту жизнь вступать. Большинство мурманских семей просто не смогли бы оплатить лечение. Его стоимость 25 тысяч рублей. Это не считая расходов на дорогу. В этом случае помощь оказывает городской фонд «Помоги спасти жизнь ребенка». Благодаря акции уже удалось провести более 70 таких операций. Продолжение следует...